Здравствуйте, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. Сейчас вы увидите довольно необычный видеоматериал, потому что у меня теперь есть такая вот красота. Не знаю, сколько эта красота будет именно в таком собранном варианте здесь находиться. Но сегодня у нас есть прекрасная возможность хирургически осмотреть и анатомически пианино Ноктюрно. Это инструмент, сделанный фабрикой Ростов-Дон на экспорт. Ну, то есть как бы планировали, что вот это поедет за границу и будет радовать заграничных друзей, братьев, сватьев и всех остальных. Вот он, конечно же, заляпанный немножко и залапанный, но неважно. Ему, по-моему, это уже не поможет и не повредит. Три педали. Средняя педаль, модератор. Ничего особо интересного нет. Такая вот как бы обычная пианинка. Вот так вот дизайн имеет крышка. Такой дизайн, видите, складывающийся вот таким образом. И вообще инструмент, знаете, для тех, у кого есть вкус, чувство ритма, чувство такого вот размерности. Ну, в общем, для великой какой-нибудь страны, которая больше заплатит, покупая вот это вот, вот это вот. Крышку сделали. Вот не могли сделать так, чтобы оно совпадало, нет? Нет, не могли. Иначе бы тогда крышка никак бы не открывалась. Сразу по мелочевке вот здесь передняя планка приделана на таких вот болтиках. Болтики нестандартные. Обычно они под плоскую отвертку, здесь они под крестовик. Ну и, соответственно, всё слизанное было ещё на комбинате. Ну, давайте без лишних каких-то инсинуаций и предисловий полезем вовнутрь. Итак, вот, что оно из себя представляет внутри. Вот здесь у нас достаточно всё миленько. На первый взгляд красивенько. Ну, как, на первый взгляд обыватель. Заглянуте, ой, смотрите, блестяще. Посмотрите на молоточки. Видите, какой низкокачественный войлок, что он сам собой, просто от времени, он мягкий. Его можно вот пальцами продавливать. И это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что износ у него очень большой. Вот на инструменте практически не играли, а молотки уже, видите, сточенные. А его, в самом деле, его практически не пользовали. Оно было в пользовании с комбината, там, в районе года, и то непрофессионально. А уже, вот, смотрите, ну, в самом деле. Поэтому, собственно, его в какой-то момент и решено было взять. С надеждой на какое-то нормальное использование. Но не получилось. Значит, что я хочу вам показать. Вот посмотрите, какие здесь молотки, с каким войлоком он. Ногтём можно отколупать. И посмотрите, вот инструмент, которому уже около 150 лет. Смотрите, на качество войлока. Поеденный, конечно, но обратите внимание, всё красивенько. Надо бы только шлифануть. Вот разница, понимаете, качества. Ну, это бекер мой. Так, смотрим дальше. Вот это вот всё на соплях. Потому что это ни в коем случае не дерево, не обольщайтесь. Это даже не фанера. Это вообще, наверное, ДСП. Потому что она очень тяжёлая для своего такого размера. Она тяжеловатая. Здесь серийный номер. Год выпуска, честно говоря, я даже не стал уточнять. Ну, наверное, там какие-то 70-е годы. Ближе к кризису. Может быть, даже чуть попозже. Смотрим колки. Какие? Колки, видите, почистили. В отличие от обычных советских колков. Видите, здесь их как-то вот навели марафет, чтобы было красивенько. Рама почему-то имеет очень странные дефекты. Вот видите? Что это такое? Чтобы его не разбирали, не реставрировали. Ну, хотя такое реставрировать я вообще не вижу смысла. Но кому-то может, кстати, понравиться. Видите? Дефекция чугунной рамы. То есть, что вот это? Это вообще как? И таких дефектов достаточно много. Это не... Вот здесь вообще болт не докрученный. Да, ну зачем, господи. Зачем докручивать болты? И так всё идёт. Так, ну здесь, в принципе, ничего более интересного. Сейчас мы залезем чуть-чуть больше внутрь. А пока давайте посмотрим на вот такие вот педальные штанги. Видите? Какая вот она. Это пластик. Это пластик. И, соответственно, это должно прослужить долго. Значит, ну, на правой педали точно так же. Видите? Вот это вот третья педаль. Ну, собственно, третья педаль здесь стандартная. Вываливаются постоянно болтики, потому что это тоже даже не фанера. Значит, вываливаются постоянно болтики. И вот здесь вот эта вот педальная штанга, она вообще имеет очень своеобразную конструкцию. Потому что это всё можно вытащить просто руками. Ну, сейчас, секунду. Так, ну вот я снял планку модератора. Болты оказались слизаны. Ещё прямо на комбинате. Давайте посмотрим теперь на вот эту вот замечательную палку. Она явно должна быть вообще разрезана, но она, по-моему, просто лопнута по волокну. Вот этот вот болтик скрепляет здесь всё. Болтик тоже срезанный. Ничего не переделывали. Это вот просто как вот с комбината. Инструмент не использовался, по сути. Ну, и сюда вдевается планка. Там внизу она приделана болтиком, чтобы... Не выскочила. Ну, собственно, сверху, кроме вот этих вот замечательных двух болтиков, недокрученных. Ну, тут видно, что, видите, прямо зазор между болтом и древесиной. Вот, смотрите, видите? То есть он недокрученный. Ну, и, соответственно, та же песня и здесь. Внизу всё достаточно симпатичненько. Кроме вот этого, я вот не понимаю, что вот это такое. Это они не смогли или не захотели как-то рассчитывать вот это всё, да? И просто тупо срезали ненужный шпон, чтобы наклеить и закрепить на болтах вот эту вот стяжку, да? Интересно, интересно. Но достаточно симпатичненько, видите? Лакированная дека, лакированная вся древесина. Всё так достаточно более-менее живенько. Левая педаль не работает. Ну, в том виде. Но, тем не менее, это не мешает, видите, вот этой части спокойно ходить из стороны в сторону. Я говорю вот про вот эту, про само крепление. Ну, то есть закреплено всё тоже так очень плохо. Вот эта пружина шикарная. Ну, как это вообще? Взяли пружину, неровно наклеили пружину. Что она может вообще давать? Какой результат? Вообще, педаль возвращается в исходное положение только из-за того, что её возвращает в исходное положение механика. И ничего более. Вот. Ну, это части струн. Это попытка предпринялась, чтобы, может, он хоть как-то держал бы строй. Здесь непонятно, что она украшенная или уже сгнившая. Ну, крашенная, наверное. Вот, опять недокрученная в чугунную раму. Причём, она недокрученная, в самом деле. Смотрите, болт нигде не соприкасается с чугунной рамой. То есть, недокрученной. Трещины в штеге, в басовом. При том, что сила натяжения струн в таких инструментах не очень-то и большая. Здесь такого, конечно же, нет. Но, если бы было, я бы, например, не удивился. Дека вполне такая себе стандартненькая. Вообще, всё достаточно стандартненько. Попытались, именно попытались, не сделали, а попытались сделать по нормальному каким-то стандартам. По красивому как-то, по умному. Но не получилось. Ну, нету фортепианостроения, как такового. Ну, не было. И, скорее всего, уже никогда не будет. Не знаю. Трудно сказать. Но, скажем, я бы таким инструментом не пользовался. Собственно, я такими инструментами и не пользовался. Так, ну, давайте смотреть дальше. А дальше я хочу обратить ваше внимание вообще на опорную конструкцию инструмента. Что, собственно, и есть самое главное, по сути дела, вообще в любом фортепиано, да и вообще в любой вещи. Самое главное – это опорная конструкция. Понимаете? Начну я все-таки сначала с малого. С футера. Давайте посмотрим, что да как тут. Значит, ну, понятно. То есть, они просто сделали пропил, как бы, вот здесь пропил, потом проел, потом про сын. Ну, не важно. Вот. Ну, и так, собственно, здесь все. Наклеенные рибки. В общем, наклеенные некачественно. Вот мы видим. Неотшлифованная дека. Что вот это такое? Что? Это вообще как можно позволить себе? Я не понимаю, как можно позволить себе? Но если вы поете песни и дифферамбы о том, что для великой страны, для какого-то там народа, ну, так сделайте же для народа. Это же смотреть на это противно. А вот понятно, что надеялись, что на это смотреть никогда вообще не будут. Но вы понимаете, что если мастера на это надеялись, значит, это говорит о том, что они за мастера вообще. Так, дальше, что у нас? Вот здесь. Несостыковочка небольшая, да? Что это? Это болт? Смотрите. Смотрите, какая прелесть. Как бы... А зачем он вкручен? Он, кажется, он вкручен для того, чтобы поддерживать вот эту вот планку с мёртвым полем, которая поддерживает вербельбанк. Смотрите, как гениально. Вместо того, чтобы приклеить это всё, мы видим, что там оно не приклеено ни к чему. И здесь тоже, вот видите, там зазоры. Мы, значит, видим, что было принято гениальное решение. Ну, собственно говоря, молодцы. Крашеная обычной, кстати, половой краской вот это всё. То есть, это обычная вот эта вот краска, не внушающая доверие. Футер. Вот тут, хоть-то её. Надо тряпочку взять. Итак, после применения тряпочки, теперь можно смотреть. Мы видим, что у него разъезжается футер. Да? Видите? Расхождение. Здесь зазоры. Здесь, соответственно, всё тоже. Ой, здесь вообще, по-моему, вербельбанк начал проседать. Или так было. Это как бы, как это называется там? Конструктивная особенность. Да, проседающий вербельбанк. Вот это вот такая вот конструктивная особенность. Шикарная футерная балка. Шикарная. Они... Что, она не влезала? Или что? Они просто её стамеской раскрошили? Или чем они её раскрошили? Потому что, если здесь вот так вот влезть, видите, здесь она тоже раскрошена. Ой, смотрите. Там тоже. Это... Сейчас я попробую что-то... Как-то просунуться сейчас, секунду. Вот, смотрите. Там тоже, видите, какие-то расхождения. Вот там вербельбанк. Немножечко, скажем так, отстаёт в развитии. Видимо, вместе с мастерами, которые это всё собирали. Но вот это, знаете, это вообще гениально. Инструмент не реставрированный. Я вам это подчёркиваю. Почему? Потому что... Что сделали мастера? Они увидели, что получается явный брак. Потому что вот это... Она съехала. Вот эта вот планка. Футерная. Балка, точнее. Она съехала. И они, видя то, что получается брак, просто взяли и закрасили краской. Понимаете, да? То есть, ну, вот это вот как раз... А, они ещё и зашпаклевали её. Видите? Молодцы. Молодцы. Почёт и уважение великим мастерам. Смотрим дальше. Я вот тут снял вот это вот. Всё, зачем скрывают все дефекты. Что мы видим? Мы видим, естественно, разрушающуюся древесину. Потихонечку. Разъезжаются швы. Это футер. Если мы посмотрим, здесь вот сквозь вот это всё. Вот здесь трещина. Ой, она... Древесина ногтями отрывается. Классно. Шикарно. Просто замечательно. Вот. Расхождение. Такие серьёзные. Отрывается потихонечку и разъезжается вербельбанк. Ну, по-моему, шикарный вид. Сразу видно, работали профессионалы. Сразу видно качество. Сразу видно, вот чем мы, значит, можем похвастаться на мировом уровне. Понимаете? Мировой уровень фортепианостроения тихо вообще курит марихуану в стороне. Потому что мастера, которые это всё делали, видимо, употребляли что-то посильнее. Здесь вообще, вот видите, недопилено чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Вы думаешь, там сколько? Миллиметра три, может быть, два миллиметра. Ну, нормально. Ничего страшного. Всё равно это делалось с расчётом на то, что никто сюда никогда не залезет. Они надеялись, что инструмент скорее отправится на помойку, чем кто-то будет вот это вот всё разбирать. Вы понимаете? То есть, заранее на это надеялись. Нет, шлифованная древесина. Вообще, вот это всё, что мы здесь видим, это говорит о том, что дерево не просушенное. Оно плохо просушенное. И из-за этого, конечно же, оно сильно восприимчиво ко всем перепадам климата, ко всему напряжению. Потому что вон там инструменты, да, стоят, которые, вон там ещё, да, которые пережили не самые лучшие времена и вообще не самые правильные транспортировки. Этот же инструмент, я точно знаю историю, перевозился всего три, по-моему, раза и каждый раз аккуратно. Понимаете? То есть, его покупали сначала для семьи, для занятий музыкой. Потом не получилось, люди уехали, инструмент просто стоял в квартире. Понимаете? Периодически его пытались настроить. Вот оно потом расстраивалось. То есть, за инструментом следили, перевозили аккуратно. И вот это вот, то есть, вот это вот, это естественный процесс, а не физическое вмешательство. Дальше. Что мы видим? Чугунная рама, которая выходит. Куда выходит? Угу. Погулять. Она отрывается от корпуса. Она выгибается под давлением струн. Если она вообще здесь докручена. Смотрите, она вырвала болтики. Рама вырывает болты. И еще один факт неправильно подобранной древесины. Потому что, если бы дерево было нормально, если бы болты были качественными, ну, в смысле, достаточной длины, достаточных расчетов, если бы рама была достаточно рассчитана и достаточно качественно отлита, этого всего бы не возникло. Вы понимаете, что иногда инструменты падали. В прямом смысле, они падали, там, бились вербельбанком об стены при переноске. И вот этого всего не происходило. А здесь просто тупо вырывает раму. Причем, что самое интересное, что не с басовой части, где вообще-то... А, ну, басовой части, кстати, вот посмотрите, компенсировали, чтобы сильно не натягивать, более толстые струны. Смотрите, какая толстая струна вообще. На рояль такое можно ставить. Вот. То есть, ее начало выгибать и отрывать именно со стороны дисконтов. То есть, неправильный расчет мензуры. Даже в дисконтах. Ну, что это такое? То есть, понимаете, когда все эти инструменты, когда Советский Союз пытался наладить фортепианостроение, они даже не смогли просто скопировать нормальные инструменты. То есть, они не смогли даже просто скопировать. Потому что вот эти вот маленькие инструменты, они существовали. Существовали инструменты и меньшего размера. С чугунными рамами, да. Было это все. Еще до Советского Союза. Но они не смогли даже скопировать уже то, что есть. Вот здесь мы видим тоже недокрученные болты в раме. Это мы сейчас говорим об опорной конструкции. Это все опорная конструкция. Вот это вот все. Ой, смотрите, не отрывается. Странно. Неужели на болтах? Ну, нет, конечно. Значит, вербельбанк. Не подходящий по размеру. Значит, рама, кстати, тоже. Зазор между рамой и вербельбанком. Вот. Это уже второй инструмент, который я вижу с таким дефектом. До этого я сталкивался с инструментами, которые нормально вообще. Хотя, наверное, здесь специально была вот эта вот тесемочка, чтобы этого было не видно. Вот, понимаете, вот эти вот попытки скрыть все за тесемочками, за какими-то, это очень меня напрягает. Что еще тут закрыто за красивыми тесемочками? Может, это вообще не пианино, а тумбочка по ГОСТу? Давайте открутим механику, посмотрим, что вообще механика из себя представляет теперь. По поводу механики, кстати, у меня интересные тут новости имеются. Сделано-то все более-менее красиво, но она не вытаскивается. Видите? Что это такое? Механика, которая не вытаскивается. Она должна вытаскиваться спокойно, а не вырываться вместе с мясом. Так, ну, механику снял. И перед тем, как перейти к самой механике непосредственно, хочу обратить ваше внимание на пилоты. И сразу же мы видим один из главных минусов вот этих вот пластиковых пилотов. Это то, что они крошились. Зачастую они крошились прямо на комбинате, как вы понимаете. Тут еще дефекция. Понимаете, разрушается чугунная рама. Я вот смотрю, замечаю, она просто разрушается. Насколько низкокачественный чугун. Значит, это, кстати, говорит о неправильном расчете деревянного футера. Потому что футер должен на себя тоже принимать много веса. А он не принимает. Принимали тут только мастера. Значит, видите, пилоты сточенные. Причем очень странно, что по краям. Не находите это странно, что все остальные пилоты, они как бы нормальные. Да. Убожество, конечно. Ну ладно. Значит, механика, ничего интересного. Ничего особо такого здесь. Давайте посмотрим, что сзади. Так, ага. Номер механики. 25 096. Какие-то даты стоят. Какие-то прям... Ну, смотрите. Все блестящее. Вот понимаете, вот за вот этим блеском... А это, по-моему, ниточка обычная для вязания. Вот. Все блестящее. Все красивое. То есть, вы понимаете, что могли, значит, делать. Имели возможность делать все красиво. Не черные болты, которые ты там при свете дня и ночи пытаешься найти, чтобы выкрутить молоточек. Понимаете? А вот могли, значит. Вот такая вот механика. Механика ничего интересного. Просто я вам показал, что да как здесь это все. Ну, мы же разбираем полностью этот инструмент, поэтому надо посмотреть полностью, что оно из себя представляет. Струны, кстати, вот это все снимались для... Как попытка... Молчать. Как попытка, чтобы оно, ну, вот в каком-то строю было. Потому что колки некоторые здесь просто крутятся, ну, сами собой, без какой-либо дополнительной нагрузки. Ну, я вам продемонстрирую. Я соберу, продемонстрирую. Вот видите, снимали струны. Но это не помогло. Это абсолютно не помогло. Вот давайте, пока механики нет, что это? Это клей. Это клей. Ладно. Вот. Трещин в деке нет. Собственно, на деку никакой нагрузки не приходится особо. Поэтому, если бы еще были трещины в деке, при тех условиях хранения и аккуратной транспортировки, это было бы, знаете, вообще... Хотя на таких инструментах дека может лопаться просто так вот. Ну, просто так. Значит, здесь ничего особого. Клей, который крошится. Кстати, интересная новость по поводу еще, еще по поводу дерева, что это фанера все-таки. Да, это фанера, но это фанера очень низкокачественная и очень, скажем так, наскоросклеенная. Потому что даже фанера может быть довольно-таки качественная и довольно выносливая. А это фанера низкого очень качества. Я не знаю, вообще, по-моему, из такой фанеры даже тумбочки делать стыдно. Ну, вот, а вот им было не стыдно делать инструменты. Вот тут краска отваливается из-за того, что рама под натяжением струн ходит из стороны в сторону. Ну, вот, видите, краска. Вот это вот все. Ну, вот это, извините, это совсем уже никуда не годится. Это уже... Тут дальше комментарии, по-моему, и излишни. Так, ну, давайте дальше. Вообще, честно говоря, то, что это экспортный вариант, это он на словах. Потому что, ну, вы сами видите, что это пианино, ну, как оно куда-то доедет с такими... С такими явными ошибками при производстве. Как это оно доехало? Дело в том, что не все пианино, сделанные на экспорт, до экспорта этого доезжали. Потому что, как правило, процентов 80 этого барахла оставалось в магазинах. И продавцы с ремаркой, что, ну, вот, смотрите, это экспортный вариант, это намного качественнее. Это все вообще по лучшей технологии. Вот именно с этими словами делалась огромная наценка. И вот это вот барахло, которое по качеству уступает, на самом деле, обычным Ростов-Донам, нормальным Ростов-Донам, вот этой модели Ноктюрн. И люди переплачивали деньги за то, чтобы купить вещь более качественную. А мы помним, что тогда это, ну, сделать достаточно было сложно. И, в конце концов, люди получали вот это. То есть, это была такая полу-афера, на самом-то деле. Я же говорю, процентов 20 этих инструментов все-таки было вывезено. Потому что за границей их не покупали. Они очень часто не доезжали в нормальном состоянии до магазинов. Скандалы были, были очень много неприязни. Я видел, дело в том, что я видел на различных иностранных сайтах, и в Италии, и в Германии, и в Польше, и в Чехии, и в Румынии даже видел эти инструменты. И все они, как правило, уже только на утилизацию. Поэтому изначально, я не знаю, может быть, это и не делалось, как что-то нормальное. Просто тупо срубали деньги. Но, в общем, предприятие оказалось невыгодное во всех отношениях. Невыгодное никому, потому что я же говорю, а, нет, выгодное. Они-то 80% этих инструментов оседало в странах СНГ. Поэтому, конечно, выгодно было делать наценку за вот эту вот красивую надпись. Надпись, наверное, единственное, что сделано тут в самом деле красиво. Ну и так, кстати, стирается обычной перекисью. Так что, вот такие вот дела. Так, ну и конец, как бы, уже близится. Давайте я вам сейчас продемонстрирую звук. Но сначала хотел бы немного сказать вообще о настройке. Кто-то говорит, что, ну, оно же настраивается. И стройки, как бы, они держат. Но дело в том, что вообще это нормально, когда пианино держит строй. Как бы так, вообще это нормально. По мелочевке, ну, вот смотрите. Колок скручивается пальцем. И, кстати, закручивается он тем же пальцем. Понимаете? И тем же пальцем, видимо, этот инструмент был сделан. Итак, много колков здесь, которые... Ну, это я сейчас его закрутил. Очень податливый к настройке инструмент. И, кстати, многие очень путают вот этот момент, когда колки очень неплотно сидят, с податливостью к настройке. Мы видим, что колки забивались вглубь. Это не помогло, собственно, этот колок я сейчас и крутил. Вот этот вот, видите, который забитый. И таких колков здесь очень много. Это я не крутил. Это вот... Это случилось через неделю после настройки. Эта нота тоже была расстроена. Это я сейчас его поднастроил чуть-чуть. Что это вообще такое? То есть, даже в басах, где при правильном расчете струна не имеет сильного натяга, в пианино... В роялях-то чуть-чуть, конечно, другая. Вообще, риторика вся эта струнная. Но в пианино вообще... Они попытались же компенсировать толщину и струн, чтобы ее не надо было сильно натягивать, чтобы чуть-чуть натянуло, и она уже, значит, в строю. За счет этого, кстати, у многих инструментов звук жидкий такой. Но здесь, благодаря наличию металла, наличию более толстых струн, оно, конечно, это... Хотя вообще компенсировать надо было тогда уж более тонкими струнами. Но здесь как бы вот решили для яркости звучания поставить... По-моему, это даже стандартный комплект струн. Да, это стандартный комплект струн для советского такого маленького пианино. Но... Что-то мне подсказывает, что... Что должно быть по-другому. Но это как бы... Ладно. Ну, в общем, в настройке инструмент нормальный. Как и вообще все инструменты. Потому что там бито все в этот... Тут пыль на колках, какая-то паутина вообще непонятная. Непонятно что. Ну, ладно. Вот. И как бы... На самом деле есть и получше инструменты, честно говоря. Вот это такое себе. Так, ну давайте. Я его сейчас чуть-чуть приведу хотя бы в строй. Уберу расстроенные ноты. Они все равно через 2-3 дня снова станут расстроенными. Но давайте я вам просто продемонстрирую звук. Так, ну вот. Убрал просто троящие и двоящие ноты. Ничего больше не настраивал. Просто убрал троящие и двоящие ноты. И все равно он уже начал расстраиваться опять. Так, ну давайте я что-нибудь вам сыграю. Чисто для того, чтобы вы оценили его звук. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что можно сказать? Вы понимаете? Вот кто-то скажет, что это звук хороший. Кто-то скажет, что явно плосковатый. Понимаете? Здесь дело не в каких-то противоречиях между тому, кому нравится звук и кому не нравится. Потому что мне самому по настроению иногда вот прямо хочется вот такого плоского, такого звука вот такого с вот этими ужасными такими струнами. Вы понимаете? Иногда хочется такого чисто петровского, рояльного громыхания. Иногда хочется мягкости какой-то. Но дело не в этом. Дело в качестве. И если бы к этому инструменту подошли, ну соответственно до того, как его собрать, при проектировке подошли нормальные мастера, нормальные материалы подобрали бы, сделали бы все по уму, то может быть этот инструмент мог бы даже иногда и конкурировать с иностранными. Например, по сравнению с ГДРовским Рёнишем, вот это вот пианино мне кажется наиболее выносливым и наиболее крепким. Понимаете? Но вот подборка материала, лишние 100 грамм за воротником, и явно не лучшее настроение от нахождения на любимой в кавычках работе сделала своё дело. Понимаете? То есть, ну, сказать просто нечего больше. Всё, что можно было сказать, я сказал. То есть, по логике здравого, культурного и воспитанного человека, ну, нельзя было так делать. То есть, как это мы, ну, кто мы, это они представляли страну свою великую перед теми, кто этим будет пользоваться. Вот, так что, вот такая картина нам сегодня предстала. Сейчас я его соберу, поставлю крышки все, и дам вам послушать звук, вот, когда он в сборе, потому что пианино очень часто звучит намного качественнее, казалось бы, качественнее, и громче. Ну, собственно, оно зачастую звучит просто громче, но путаю, значит, с качественностью. Вот. Ну, в общем, звук часто сливается с акустическими возможностями помещения, и становится более-менее приятно. А вот в собранном состоянии этот звук может сильно отличаться. Ну, вот, я сейчас его соберу, и вы услышите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok